Кореец и русский встретились в одной яме. Это не начало анекдота, а реальное ЧП для владельцев двух автомобилей. Сегодня возле дома по юбилейной 35 машины вмиг провалились под землю. Самостоятельно достать свое имущество из ямы северодвинцы не смогли. Две машины в одной яме. В таком состоянии нашли свои автомобили вернувшиеся владельцы. Сегодня напротив юбилейной 35 провалились яму корейский внедорожник и русская лада приора. Я подъехал, поставил машину, ушел домой. Прошло минут 25. Сигнализация сработала и такой результат. Никаких исчезнов? Ничего. Все машины нормально вышли, все было твердо. В общем, случилось моментально. На место происшествия мгновенно прибыли экстренные службы города. Чтобы вызволить автомобили из водного капкана, пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора. Кстати, оба водителя на удивление спокойно наблюдали за происходящим. А уже ущерб какой-нибудь, примерно, рассчитывать нет? Ну, ущерб как? Ну, не знаю, давил он эту самую защиту двигателя. Двигатель целый или нет? А машина новая? Да. Трех лет, точнее, три года. Территорию, на которой стояли автомобили, обслуживает управляющая компания СМУП ЖКТ. В чем причина такого провала земли, мы решили спросить у них. Вам нужно комментарий брать в цехе 19, потому что это авария на сетях цеха 19. Какие-то работы там будут проводиться вообще сейчас или нет? Там сейчас ведутся, там две бочки откачивают воду, и затем дальше будет проводиться работа, чтобы, естественно, дома не оставить без холодного водоснабжения. 19-й цех винит в произошедшем самих автовладельцев. Говорят, стоянка на юбилейной 35 не санкционированная. То есть машины фактически находятся на водопроводной трубе, а это запрещено. Дальше решать проблемы утонувших авто северодвинцы будут в суде. Дмитрий Фимов, Александр Азарный, Виталий Трапезников, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.